Здравствуйте, меня зовут Гатина Эльвира Аслановна, я кандидат экономических наук и работаю в Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Сегодня мы поговорим с вами об очень важной и интересной теме, которая называется ведение переговоров. Эту тему мы разобьем на две части. Первая часть будет про непосредственные техники ведения переговоров, а во второй части мы поговорим с вами об очень важном навыке, таком навыке, как умение слушать. Этот навык очень важен при ведении переговоров. Итак, почему же именно эта тема? Потому что в наше время невозможно эту тему недооценить, невозможно её переоценить. Тема очень важна, актуальна, а самое главное, мы с вами каждый день в своей жизни вступаем в различные виды переговоров. Будь то поездка в автобусе, будь то вызов такси, будь то встреча в магазине, будь то деловая встреча. Ну и, конечно, так как я являюсь представителем Института управления экономикой и финансов, для сферы, связанной с экономикой, финансами и для сферы, связанной с управлением, переговоры – это архиважная тема. Дело в том, что управленцы примерно 90% всей своей профессиональной деятельности проводят в переговорах. Итак, мы с вами начинаем. И начать я хотела бы с очень интересной цитаты Дейла Карнеги. Мне она очень нравится. Давайте я её зачитаю. «Я люблю клубнику со сливками, но когда я иду на рыбалку, я беру с собой червяков, потому что рыбы не любят клубнику со сливками». И вот это выражение является лейтмотивом ко всему моему выступлению, потому что очень часто, когда мы говорим про переговоры, мы, конечно же, думаем в первую очередь о себе. И когда мы идём на переговоры, то чаще всего мы идём на переговоры с такой установкой «Ох, сейчас я ему покажу», «Ох, сейчас я ему докажу». Если мы идём на переговоры, готовимся к переговорам, то мы в первую очередь должны думать не о себе, а в первую очередь должны думать о своём оппоненте. Мы должны думать о том, а что же он хочет от этих переговоров получить, какова вообще его цель в этих переговорах, что вообще его беспокоит. И вот когда у нас будет с вами складываться эта картина, мы сможем уже с вами хорошо подготовиться. Хорошие переговорщики именно так и делают. Хорошие переговорщики готовятся и, в общем-то, на переговорах стараются понять настроение собеседника, стараются понять и учесть его пожелания. Ну и начнём мы с небольшой теории, которую мы должны с вами в самом начале проговорить. И, конечно же, вспомним транзактный анализ Эрика Бёрна. Эрик Бёрн – замечательный человек, замечательный учёлый, который написал прекрасную книгу, которая называется «Люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди». Наверняка вы её читали. Наверняка, если не читали, вы что-то о ней знаете, потому что сейчас это очень популярно на многих тренингах, на многих мастер-классах. Как раз рассказывают об этой книге и рассказывают о тех ролях, которые мы проживаем на протяжении нашей жизни. Так вот, если очень-очень коротко, очень-очень просто, то Эрик Бёрн сказал, что каждый из нас, в каждом из нас есть как бы три такие ипостаси, три ролика, в которых мы пребываем. Это родитель, взрослый и ребёнок. И вот рассмотрим первый из ролей, который называется «Роль родителя». Ну и вспомним сразу, конечно, наших с вами родителей. Я сама являюсь родителем. И сегодня, конечно, с утра я в этой роли побывала в Добль, когда отправляла своих детей в школу. Значит, возьми обязательно, а я тебе сказала, почему ты, где шапка, где, значит, вода, почему делать так, как я говорю, ну и так далее. Как вы понимаете, это такая позиция получающая, это позиция, в которой я говорю то, что я знаю больше всех, я знаю лучше всех, и самое главное, я знаю, как нужно делать. Понятно, что без родителей никуда не денется. Эта позиция тоже нам очень важна и нужна, отвечает за очень важную часть в нас. Но когда вы находитесь по другую сторону, то я так думала, что моим детям, наверное, не очень приятно, когда я начинаю из этой ситуации, указывая пальцем, с ними разговаривать. То есть вот эта позиция родителей, она такая получающая жесты, такие сильные, сверху-вниз. То есть это вот такие, как у меня написано на слайде, паттерны поведения, которые были привиты к детству, конечно. Потому что вот так, как с нами разговаривали наши родители. Есть позиция взрослого. Эта позиция ещё называется ассортивное поведение. То есть это когда человек чётко знает, что он хочет, чётко знает, чего он не хочет. Чётко понимает, для чего он здесь. Чётко отвечает себе на все те вопросы, которые у него есть. То есть у него есть своя собственная причина делать что-то, то, что он делает. И он понимает, для чего он это делает. То есть это такая объективная оценка настоящей ситуации. И это как раз та часть личности, которую человек формирует самостоятельно, без родительских установок. И обычно взрослый человек, если родитель говорит так, как я сказал, делай, как я сказал, потому что то, что я сказала, это правильно, то взрослый, он разговаривает немного иначе. Он говорит, давай обсудим эту ситуацию. Я готов обсудить вопросы, которые... Давай поговорим о том, что тебя не устраивает. Я могу сказать о том, что меня не устраивает. И мы можем найти вместе правильное решение. Такая взрослая позиция. Ну и третья позиция по Эрику Бёрну – это позиция ребёнка. У меня иногда такое ощущение, что я часто пребываю в этой позиции, потому что, да, эта позиция внутри ребёнка, он отвечает за радость, за энергию, за удовольствие, за эмоции. И часто это такое очень эмоциональное состояние, когда хочу, не хочу, буду, не буду или прямо сейчас. Да, то есть это поведение, которое основано на эмоциях и бессознательных реакциях. Значит, в переговорах человек, который находится в состоянии ребёнка – это человек, который может внезапно, например, да, ну, как бы, вы говорите, всё, или заплакать, или там уйти, хлопнуть дверью и так далее, да, то есть это такие вот эмоциональные реакции. И, конечно, да, вот для чего мы это с вами рассматриваем, все эти три позиции, для того, чтобы сделать вывод, и вывод мы делаем следующее, что для того, чтобы правильно вести переговоры, да, принимать участие в переговорах, быть в переговорах, планировать переговоры и так далее, вы должны находиться в позиции взрослого. Вот, и это, знаете, самое важное, вот, в общем-то, сейчас я могу сказать вам, на этом моя лекция закончилась, уважаемые зрители, да, и как бы вы можете уже, вы всё, что нужно, уже узнали, да, потому что вот остаться в этой позиции, не соскочить с неё, да, не уйти в разные состояния, да, вот в этом и заключается, наверное, самая сложность в переговорах, да, потому что мы уходим в какие-то эмоциональные, да, вот нас вот туда-сюда и выходим из состояния взрослого, да, уверенного, спокойного человека, который чётко знает, почему он здесь находится и для чего он здесь сюда пришёл. И если вы посмотрите, знаете, вот так вот, ну, по опыту различной программы, там, тренингов, курсов, семинаров, по коммуникациям, по публичным выступлениям, неважно, да, то есть очень большое количество, они в основной массе направлены на то, чтобы вот как раз понять эту взрослую позицию, да, то есть почему я здесь, и самое главное – научиться вот в ней оставаться. Если, например, по личному опыту я могу сказать, что для меня это один из самых таких серьёзных, да, экспириенсов, скажем так, в моей жизни, вот, научиться, да, владеть собой для того, чтобы во взрослой позиции осталось, потому что мне, конечно, как человеку эмоциональному, как человеку реактивному, очень хочется в ответ на внешние раздражители, знаете, так немножечко эмоционально ответить. А сейчас мы с вами перейдём дальше уже непосредственно к техникам, да, которые можно применять при переговорах. Ну, прежде чем мы перейдём, я вот вам хочу предложить сейчас просто для себя, да, вот так себя немножечко протестировать и ответить на вопрос, который представлен здесь на слайде. Давайте я вам его прочитаю. Столкнувшись с тяжёлым оппонентом, как вы думаете, да, что лучше сделать? Лучше можно ли уступить ему не слишком, что-то не слишком ценное для того, чтобы создать атмосферу доброжелательности? Значит, я думаю, что вы уже про себя ответили, да, да или нет. Могу сказать, что основная масса моих студентов на занятиях, ну, это больше, там, 80 с лишним процентов точно отвечает, что да, что нужно это сделать, нужно обязательно, да, вот пойти на какую-то уступку. На самом деле правильный ответ здесь нет. То есть вот такое маленькое упражнение, то, что проверить себя. Второе упражнение, да, очень хорошо демонстрирующее нам, тоже, ну, объясню, что оно нам с вами демонстрирует. Вот посмотрите, пожалуйста, на экран или, да, подумайте про себя, что это такое, вот что вы видите на экране. Часто студенты мне говорят, что это, значит, море, да, это радиоволна, это, там, космические связи и так далее. Ну, то есть бывает очень много всяких интересных ответов. Ну, на самом деле на этом слайде изображены просто параллельные гибкие линии, да, извинистые линии розового цвета. Вот, то есть смотрите, да, о чём говорит это упражнение. Это упражнение показывает нам, насколько мы все с вами разные, насколько мы все с вами по-разному видим этот мир прекрасный. Да, как говорит Черниковская, да, все мы её любим, уважаем, что не существует единой реальности, да, каждый человек вот со своей собственной реальностью в голове. Поэтому, да, если мы с вами говорим о переговорах, то мы должны с вами понимать, мы же находимся в взрослой позиции, что тот человек, к которому мы идём, тот человек, от которого мы ещё что-то хотим получить, он пребывает в своей собственной реальности. И, возможно, для него это, да, море, или, возможно, для него это какой-то космический сигнал. Сейчас изображу на этом слайде. А вы видите на этом слайде всего лишь навсего параллельные гибкие линии, которые не пересекаются, которые имеют розовый цвет. Вот как раз понять, да, понять вот это, сделать попытку для того, чтобы понять, что думает ваш оппонент, да, в этом как раз и заключается такой вот талант и мастерство переговорщика. Итак, какие бывают переговоры? Переговоры можно разделить на две группы. Первая группа – это переговоры, которые, значит, ну, планируются, исходя из содержания. Исходя из содержания, то есть исходя из того, что мы будем, да, чем мы будем, скажем так, наполнять наши переговоры и наши переговоры. То есть здесь, в данном случае, речь идёт о различных стратегиях. Этих стратегий очень много. Вы, наверное, их слышали, да, есть стратегия win-win, победа-победа, да, есть разные другие стратегии. Мы сейчас на них не будем останавливаться. Почему? Потому что, как вы видите на этом слайде, да, здесь мы говорим о том, что вот этот вот подход, он не совсем правильный, и он приносит 20% успеха. А вот 80% успеха приносят переговоры, которые построены по процессному подходу, да, по процессу. Что же это значит? Это значит, что если мы в течение нашей переговорной деятельности стараемся находиться в контакте с оппонентом, да, и действуем в соответствии с его обратной связью, то тогда наши шансы благополучно завершить переговоры, да, повышаются, возрастают и составляют 80%. Да, то есть обратите внимание. Получается так, что мы идем на переговоры, да, и когда мы идем на переговоры, мы сами находимся в возрастной позиции, мы понимаем, для чего нам нужны эти переговоры, да, мы знаем, что мы хотим от них получить, и когда мы переговариваемся, получается, что мы думаем не столько, да, о своей позиции мы ее помним, держим в голове, но следим за обратной связью, да, получаем обратную связь от нашего оппонента. Сидим за ним, смотрим за его реакцией, смотрим за его мимикой, смотрим за его невербальными сигналами, что он делает сейчас. Может быть, он нервничает, может быть, он что-то начинает на стуле как-то постукивать, какие-то нервные оказывать. Или же, наоборот, показывать такие жесты безразличия или же жесты нетерпения. Они могут быть разные. Возможно, как-то агрессивно начинает себя вести, незаинтересованно и так далее. То есть мы сидим, смотрим и постоянно задаем себе вопрос, почему такое сейчас произошло, и что я могу сделать для того, чтобы вывести переговоры в правильное русло. Итак, что же нам нужно делать для того, чтобы побеждать в переговорах? Вот есть очень простой алгоритм. Алгоритм простой состоит из всего лишь всего двух шагов. Их всего два, но на самом деле они непростые. На самом деле они непростые. Это первый шаг, который называется подготовка, и второй шаг, который называется технология. И, конечно же, начнём мы с вами с первого шага, который называется подготовка, и давайте поговорим о нём. Итак, подготовка – это 80% успеха. Считается, что есть фраза Эйнштейна, который сказал, что если у меня будет 60 минут на то, чтобы спасти мир, 55 минут из этого времени я потратил бы на то, чтобы изучить проблему. Да и 5 минут на решение. Если даже эту фразу сказал не он, фраза очень хорошая, и нам она действительно объясняет, да то, как нужно готовиться к переговорам. К переговорам, уважаемые мои, нужно готовиться. Есть известные адвокаты, есть известные личности. Я очень часто ходила на разные мастер-классы, и всему задавала практически один и тот же вопрос. Как вы добиваетесь того, что вы побеждаете в переговорах, вы побеждаете в делах ваших и так далее. Все они говорили о подготовке. Подготовка – это очень важная работа, которой нельзя ни в коем случае пренебрегать. Надо обязательно готовиться. То есть, представляете, если вы просто-напросто сядете и подготовитесь, даже если вам нужно просто поговорить с учителем, даже если вам нужно просто сходить в поликлинику, ну и что-то выяснить, какой-то важный вопрос, или вам нужно решить что-то с вашим соседом, какой-то сложный разговор у вас должен быть. Сядьте и подготовьтесь к этому разговору. Не эмоционально, а рационально. Как это можно сделать? Обратите внимание, есть некоторые этапы. Первый этап, конечно же, это цель. Цель обязательно нужно видеть, потому что цель – это конечный результат, к которому мы движемся. Для того, чтобы к нему прийти, мы должны видеть, куда мы идем и к чему мы идем. Это очень такой менеджерский подход, это подход настоящего управленца. Значит, у нас есть с вами известные смарт-критерии для того, чтобы формировать цель. Критерии по смарту – это цель должна быть конкретна, она должна быть измерима, цель должна быть достижима, релевантна и определена во времени. То есть недостаточно просто сформулировать цель, что, например, я хочу, чтобы наказать этого учителя. Для нас был у меня такой случай, и мы формулировали цель, потому что сначала звучало так – наказать. Это первая реакция. Потом переформулировали по-другому. То есть я хочу, чтобы, например, измеримо конкретно достижима определенного времени релевантна, чтобы мы договорились с учителем, что мой ребенок будет сидеть на второй парте, потому что он плохо видит, начинает со следующей недели. То есть уже звучит по-другому. Вот эту цель очень важно сформулировать, сформулировать четко, конкретно, правильно. После того, как цель вам видна, обязательно ее надо записать. Все-таки наш мозг лучше работает, когда мы включаем мелкую моторику, поэтому сядьте, запишите цель. После этого подумайте, а что же хочет оппонент ваш? Вот у него-то какая задача, у него какая проблема, у него нужда какая? В чем его потребность? Он-то что хочет получить в данный момент? Может быть, он просто хочет получить немножечко внимания и уважения от родителя, который придет, вспоминая мою ситуацию, и просто переговорит, и просто проявит интерес к деятельности. Может быть, ему не надо так уж и много. То есть постарайтесь ответить на этот вопрос, что нужно вашему оппоненту. Дальше у вас будет задача придумать 20 аргументов в вашу пользу. Минимум 20. То есть прямо садитесь, у вас есть цель, у вас записана нужда вашего оппонента, и дальше вы пишете 20 аргументов в вашу пользу. То есть почему вам должны поверить, почему ваш оппонент должен сделать то, что вы хотите, или почему он должен вам дать то, что вы хотите. После того, как вы минимум 20 аргументов напишите, вы верите 5-7 железных. То есть те, которые невозможно, скажем так, разбить, на которые сложно привести какие-то другие доводы, те аргументы, которые прямо железобетонно поддерживают вас, вашу позицию. И последний шаг, конечно, нужно продумать обязательно запасной план, потому что всё может пойти не так, потому что ваш оппонент может не прослушать эту лекцию, не подготовиться правильно, поэтому всё может пойти не так, как вы планировали. Запасной план нужен обязательно. Здесь всего лишь навсего нужно ответить вам на два вопроса, которые записаны у меня на слайде. Что будет, если я не добьюсь своей цели, и что мне делать дальше? Я не добьюсь своей цели, какие шаги я предприму дальше? Вот если вы напишите всё то, что написано на этом слайде, так, как написано на этом слайде, сядете и поработаете, то 80% успеха у вас уже, считай, в кармане. Представляете? 80% вы уже идёте на переговоры на 80% подготовленными. И вам остаётся дело всего лишь за оставшимися 20%, которые расписаны здесь на пяти этапах. Здесь уже идут непосредственно советы, советы, да, и технологии, извините, не советы, а технологии, уже которые касаются непосредственно вот коммуникации, да, и общения. Конечно же, необходимо установить эмоциональный контакт, да, установление эмоционального контакта это очень важно, да, ну, как минимум, можно улыбаться, но если это серьёзные переговоры, ну, по крайней мере, да, не хмурит лицо. То есть вот это вот, как бы, я пришёл сюда с войной, да, это не очень хорошее, да, выражение лица для того, чтобы устанавливать эмоциональный контакт с оппонентом. По крайней мере, можно продемонстрировать вашу серьёзность, но с тем, и вместе с тем, ваша дружелюбность, вашу открытость, да, ваш настрой на то, чтобы всё прошло хорошо. Можете даже сделать небольшой комплимент, если вам сложно сделать комплимент самому человеку, вы можете сделать комплимент месту, в котором вы находитесь, или просто сказать о том, что очень здорово, что мы с вами сегодня разговариваем на эту тему, да, это положительно скажется на результат. То есть хорошо, что мы сегодня с вами встретились, да, это уже радостная такая, это уже радость. Дальше, да, второй этап. Вы должны постараться выяснить позицию и интерес собеседника. Как это сделать, мы поговорим во второй части. Это будет касаться активного слушания, да, и умения правильно слушать. Дальше вы должны продемонстрировать свою собственную позицию. Она у вас уже записана. У вас есть пять железобетонных аргументов, да, вы их знаете, вы их уже запомнили. Вот, если эти аргументы не подходят, начинаете вспоминать те аргументы, которые у вас остались свыше пяти. И, да, достигаете определенных договоренностей. Это можно делать прямо словами, говоря о том, что и так мы с вами договорились о следующем. Правильно? Так? Так ли это? Ну и все фиксируйте, да, потому что на словах это одно, но все-таки очень хорошо, когда вы зафиксируете результаты ваших переговоров. Да, вы можете фиксировать их в процессе, можете потом те результаты, которых вы достигли, прислать, значит, по электронной почте или же просто по WhatsApp, как, например, мы это иногда делаем вашему оппоненту, и так то, о чём мы с вами договорились на нашей встрече. И после того, как вы провели все эти этапы, да, прошли по этой технологии, конечно же, необходимо провести анализ. Анализ очень важен, в первую очередь, для вас, потому что рефлексия, там, знаете, она очень важна для того, чтобы становиться лучше и лучше. Вот здесь необходимо провести анализ, как прошли ваши переговоры, сделать это самостоятельно, вы можете сделать это с вашими партнёрами, если вы не один ходили на переговоры, сделать это также в письменной форме. Для этого ответить на три вопроса. Первый вопрос. Что я смог достичь в отношении поставленной цели? Вообще, я смог как-то к ней приблизиться или не смог как-то к ней приблизиться? То есть цель у вас перед глазами, вы просто анализируете ваши результаты, вы делаете это уже сидя дома, спокойно для вас обстановки, вспоминая, но сильно не затягивайте, чтобы были свежи в память все эти воспоминания. Второй пункт анализа, вы отвечаете на вопрос, какие три ошибки я совершил. То есть вот прямо вспоминаете, что, на ваш взгляд, вы сделали неправильно в этих переговорах. Больше не нужно. Знаете, сильно ругать себя не надо. Три ошибки этого будет достаточно. Ну, ключевые. И как я исправлю эту ошибку в следующий раз? Вот она как раз работала над ошибками. Да, как в школе. Помните, было сочинение или изложение? Да, мы нормально работали над ошибками. Вот здесь всё то же самое. Надо обязательно сделать эту работу над ошибками. И тогда в следующий раз, во второй раз ваши переговоры, если вы пройдёте опять по этой же схеме, пройдут проще, в третий раз проще, а на десятый раз вы уже, возможно, сможете даже сэкономить на некоторых этапах. То есть вы уже будете так быстро готовиться, да, у вас это будет получаться очень быстро, может быть, что-то даже уже вы будете делать в уме, да, не записывая на бумагу, и ваши переговоры будут проходить успешнее и успешнее, потому что эти этапы, они подтверждены опытом. Ну что, на сегодня я заканчиваю. Значит, мы с вами поговорили о технике ведения переговоров и сказали о том, что очень важно находиться во взрослой позиции переговоров для того, чтобы переговоры завершились успешно. Следующей лекцией мы рассмотрим с вами очень важный навык. Это навык слушания, умения слушать, для того, чтобы ваши переговоры также проходили успешно. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok